История человечества была импровизацией. Теперь её спланировали. На многие годы. На какое-то время Солнце и Луна встали в ряд. Мы принесли порядок в хаос. Александр Виш «Личность. Книга первая. Душа на завтрак или неприятности приходят по пятницам». Глава первая. «Окно для души». 1 февраля 1994 года. 8.30 утра. Где я? Что происходит? Ты на пути к выходу. Кто это? Не правда ли странные ощущения? Что происходит? С кем я говорю? Или не говорю? Я как будто понимаю. Интересные ощущения. Согласись, это не похоже на галлюцинации. Что со мной? Я словно существую отдельно от... Да, ты словно полностью здесь, но твоё тело отсутствует. Я же говорю, ты на пути к выходу. Что это значит? Я умер? Я что, умер? Не совсем. Скоро ты вернёшься назад, ведь ты ещё не доиграл свою роль. А сейчас у тебя есть возможность получить ответы на все те вопросы, которые ты задавал до того, как попасть сюда. К примеру, ты хотел знать, что происходит с человеком, когда он умирает? Нет. Остановите это. Я чувствую это. Да. Здесь по-другому никак. Хорошо, я остановлю. Где я? Я хочу вернуться. В данный момент это невозможно. Чуть позже. Надо подождать. Вы говорите загадками. Тогда давай займёмся разгадками. Как насчёт ответов на твои вопросы? Или ты точно решил ничего не знать? Если так же, как с вопросом о смерти, то лучше не надо. Не волнуйся. Это будет просто информация. Более никаких болезненных ощущений. Ты получишь ответы на все свои вопросы. Однако, прежде чем ты дашь согласие, мне необходимо будет предупредить тебя. Эти знания изменят тебя, изменят твоё сознание и твою жизнь. После получения тобой информации и возвращения в трёхмерное, жить, как ты жил раньше, ты уже не сможешь. С получением знаний в сердце происходят необратимые изменения. То, что тебя окружало, предстанет перед тобой совершенно по-другому. Полностью изменится твоё мироощущение. Но то, что тебе будет ведомо, станет для тебя шансом спастись. Спастись? Отчего? Вот и узнаешь. Ты имеешь полное право выбрать, знать или не знать, спать или проснуться. Ты любопытен, и мне это нравится. Гаснет искра. А без неё к цели не дойти. У тебя она есть. И всё же, что со мной и с кем я говорю? У вас есть имя? Ты можешь называть меня Сур. Тебе будет сложно понять, кто я и откуда. Ты у выхода. И пока это тоже трудно объяснить. Но я готов тебе рассказать и об этом, и о многом другом. У меня было много вопросов. Вот обо всём и поговорим. Ты готов? Задавай вопросы в пустоту. Каждый твой вопрос должен начинаться со слова «Зачем?». Только постоянно спрашивая «Зачем?», можно выйти по цепочке на самый верх главной тайны. Разгадав, который всё остальное станет понятным. Не знаю. Есть сомнения в том, что это не сон и не фантазии моего мозга. Это всё потому, что ты не понял, что произошло. У тебя присутствует шлейф мозговой деятельности. Отсюда и недоверие. Но поверь, то, что ты сейчас ощущаешь, не галлюцинации. Это реальность. Настоящая реальность. А не то, что происходит с тобой на земле. Тогда где я? А где я? Тебя кто научил вопросы по несколько раз задавать? Думаешь, я с первого раза не понимаю или плохо слышу? Ты в безопасности. Сейчас это главное. Как я уже сказал, ты на пути к выходу. Но пока сохраняешь связь со своим физическим телом. Всё, что окружает тебя на земле, это проявленное. Сейчас ты находишься на границе между проявленным и непроявленным. Говоря образно, ты словно выглянул в окно. Ты в промежуточном пространстве. Мы между. На другой частоте. Отсюда всё хорошо видно. Любая ложь здесь на выворот. Ничего не скроешь. Клиническая смерть? Нет. При клинической смерти душа не покидает тело. И все видения, сопровождающие такое состояние, являются лишь финальной программой, вмонтированной в ваш мозг. Состояние, в котором оказался ты, называется ближний выброс. Душа тоже остаётся на месте, в теле, но при этом открывается шлюз. Действительно, словно окно для её выхода. И мы с тобой в данный момент общаемся именно через такой шлюз. Так что то, что ты чувствуешь и понимаешь сейчас, происходит реально. И это не сдвиг твоего сознания. Впрочем, ты можешь принять решение выйти. Но предупрежу тебя, сделав это, ты подвергнешь себя серьёзной опасности. А вернуться назад будет уже невозможно. Лучшее для тебя сейчас, сохранять спокойствие и оставаться в промежуточном пространстве, пока шлюз снова не будет закрыт. Спокойствие, только спокойствие. А мы позаботимся о том, чтобы ты так же спокойно вернулся в трёхмерное. Вы сказали «мы». Кого вы имеете в виду? Мы – непроявленное, но контролирующее трёхмерное, в том числе земное пространство. Но понять тебе, что это означает, сейчас будет сложно. Позже, и только при условии получения твоего согласия, узнать, я обо всём расскажу. Наша задача – контролировать промежуточное пространство. Мы ловим сигнал появления колебаний в нём, означающий, что открыт очередной шлюз. Помогаем тем, кто оказывается в таком состоянии, и наделяем их знаниями. И это пока единственный оставшийся способ как-то повлиять на то, что произошло с вами. С нами? С вами, всеми живущими на Земле. Я не имею права навязывать знания без твоего согласия и интереса с твоей стороны. Поэтому ещё раз задам свой вопрос. И в зависимости от твоего ответа, мы либо продолжим общение, либо попрощаемся. И ты вернёшься в проявленное. Видишь кошку? Я вижу. А её нет. Видишь вокруг смысла? Я не вижу. А они есть. Итак, мой вопрос. Тебе интересно узнать о том, как устроено и по каким принципам живёт и действует всё, что тебя окружает на самом деле, а не так, как ты и многие из вас ошибочно привыкли думать. Интересно ли то, что находится за порогом вашей жизни после того, как вы умираете на физическом уровне? Интересно ли тебе будет узнать о том, что действительно стоит за вашими повседневными проблемами и периодически возникающими неприятностями? Интересно ли тебе знания о механизмах и законах построения пространства, о том, кто всё это создал, а также получить информацию об истинных причинах того, почему на Земле такая сложная жизнь, полная душевной боли? Думаю, для этого потребуется много времени. Значит, я здесь надолго. Ошибаешься. Каким бы долгим ни было наше общение на Земле, за всё это время пройдёт всего лишь несколько минут. Ты находишься там, где скорость передачи информации очень высока, а время относительно. Мама будет переживать. Не будет. Тебя там нет всего с полсекунды. В земных условиях на получение этих знаний ушли бы месяцы, а чтобы усвоить и почувствовать – годы. И сейчас у тебя есть уникальная возможность познать всё. Ты сможешь задавать любые вопросы. У меня будет только одно условие – не спорить. Как только ты попытаешься это сделать, наше общение прекратится, и ты вернёшься обратно. С твоей стороны не должно быть никаких попыток опровергнуть сказанное мной. Информация, которой я собираюсь с тобой поделиться, даётся мной не для споров и не требует доказательств. Выслушав меня до конца, ты убедишься в том, что доказательства не нужны. Получив знание, твоё отношение ко всему, что тебя окружает, станет совершенно иным. Твоё сознание восстановится, и ты проснёшься. А сейчас я жду твоего ответа. Готов к познанию? Да. Хорошо. Я очень рад этому, Алекс. Думаю, что и ты вскоре будешь благодарен этому случаю. Я говорил, что лабиринт не для тебя. Он для них. Для начала немного общей информации о том, как будет происходить наше общение и о чём я собираюсь тебе поведать. Во время того, как я буду делиться знаниями и отвечать на твои вопросы, ты почувствуешь, как произносимое мной будет то ускоряться и достаточно сильно, то словно останавливаться на отдельных словах. Но затем снова набирать темп. При этом ты будешь не только полностью понимать и запоминать всё, что я скажу, но и чувствовать это. Думаю, ты уже заметил, что наше общение происходит не с помощью слов, а на уровне понимания. Непривычные ощущения, но таковы параметры и условия здесь. Повторю, время в промежуточном пространстве, как и во всём, что находится за пределами трёхмерного, относительно. Что и позволяет дать огромное количество информации за очень короткий срок. Пока ты видишь только темноту, но в момент передачи знаний ты сможешь видеть картины того, о чём будет рассказываться. У тебя появится ощущение, словно ты находишься в центре чего-то огромного, глобального. Это центр истины, центр познания, куда ты и будешь помещен для того, чтобы ты мог понимать и чувствовать то, насколько те или иные события и явления близки или далеки от неё. Зачем же ты, бродяга, смущал народ, рассказывая на базаре об истине, о которой ты представления не имеешь? Что такое истина? Таким образом, ты действительно почувствуешь энергетически, что является естественным, настоящим, а что искусственно создано или искривлено и навязано вам. Это ощущение останется с тобой и после возвращения. Именно это позволит тебе полностью восстановить твоё сознание и проснуться. Сны ничего не значат, Долорес. Они лишь белый шум. Нереальные. Что реально? Далее, на протяжении всего моего рассказа, моё обращение будет адресовано не только к тебе, Алекс, но и ко всем вам, воплощённым в данный момент на Земле. Многое из того, о чём я буду говорить сейчас, тебе, как и многим из вас, понятно и знакомо. Но зная это, я всё же сознательно буду давать информацию в полном объёме, включая и то, о чём всем вам давным-давно хорошо известно. Это необходимо, во-первых, для того, чтобы ты смог увидеть полную картину того, как на самом деле устроено всё, что тебя окружает, как функционирует это пространство и то, насколько всё в нём взаимосвязано. К примеру, часть информации, предоставленной мной, покажется тебе, не касающейся тебя лично. Но уверяю, такое мнение глубоко ошибочно. Всё, абсолютно всё, что происходит сейчас на Земле, касается лично каждого из вас. Всё очень-очень взаимосвязано, и даже небольшой негативный поступок любого человека, живущего от тебя за тысячи километров, оказывает непосредственное влияние на тебя и на всех окружающих, и ты совсем скоро убедишься в этом. Во-вторых, и я полностью уверен в этом, что уже имеющиеся у тебя знания, после моего рассказа, предстанут перед тобой совершенно по-другому. Также уверены в том, что вернувшись, как я уже говорил, ты будешь смотреть на всё происходящее вокруг себя абсолютно другими глазами. Ты получишь информационный фундамент истинных знаний в том виде, в каком он был изначально, то есть полным, а не разбросанным по разным религиям и другим источникам, в виде различных, часто имеющих множество нестыковок и несовпадений, обрывков информации, дошедших до вас из глубины тысячелетий. Думаю, для тебя не новость то, по каким причинам это произошло. Да, действительно, что-то было утеряно вследствие происшествия слишком длительного периода времени и различных разрушительных событий, а что-то было искажено в результате неправильного понимания, неточности при пересказе, переводе или переписывании. Но в основном это случилось по причине постоянного повторения вашей истории. Так и ходят по кругу. И умышленного уничтожения и подмены информации для сокрытия самого важного, того, что является ключом к познанию. Для того, чтобы было легче усвоить все, о чем я буду говорить, тебе необходимо сделать следующее. Тебе необходимо очистить, убрать, удалить из своей памяти все, что ты читал или слышал об устройстве мироздания. О параллельных мирах, о том, что находится за порогом жизни, о потустороннем мире. Очень важно начать все с чистого листа. Словно до этого ты не прикасался к вопросам, кто ты, откуда ты и зачем ты здесь. Словно ты только что родился. Нужно полностью отбросить и забыть о своих познаниях, о душе, о Боге. Из одних, что нам остались, мы сможем узнать, из чего мы сделаны. На миг стать теми, кем могли быть. Так как знания эти были получены тобой, как и многими другими из вас, бессистемно и из источников, часто имеющих сомнительное происхождение. Поэтому на всем протяжении моего рассказа не пытайся сравнивать то, что ты услышишь от меня, с тем, что ты слышал до этого от других или читал сам. Повторю, ты получишь знания в полном объеме, в том числе и то, что тебе известно, но уже в чистом, не искривленном виде. То есть потерь в твоих знаниях никаких не будет. Дождись, когда я закончу свой рассказ. Усвоив всю информацию, что я тебе предоставлю, ты найдешь в ней множество совпадений с твоей повседневной жизнью и жизнью твоих знакомых и незнакомых тебе людей. А затем сравнишь эти знания с тем количеством порою очень противоречивой информации, что у вас есть сейчас. И тогда многое из того, что ты знал до этого, отпадет само, как ложное или пустое. А сам ты с легкостью сможешь отличать настоящее от искусственного и также искусственно внедренного в твое сознание. Я жила в аду, сотворенном вами и даже не сомневалась в своей реальности. А ты когда-нибудь сомневался в твоей реальности? В моем рассказе будет много повторений, и это тоже не случайно. Такой метод познания называется спираль знаний. Так тебе будет легче удержать в памяти то, что я буду говорить. Выглядеть это будет так. Я буду давать информацию о каком-то явлении, свойстве, принципе, а затем неоднократно возвращаться к этому, но уже с новыми подробностями. Все, что создает основу любого действия, события или явления в трехмерном пространстве, строится, движется и развивается по спирали. Вспомни, как выглядит структура ДНК. Спиральный принцип развития имеет сценарий, но об этом чуть позже. Галактики и сам полет небесных тел. Если посмотреть со стороны, как в космическом пространстве движется солнечная система, то можно увидеть в этом движение по спирали. Солнце летит, увлекая за собой вращающиеся вокруг него по своим орбитам планеты, описывая тем самым спиралевидную траекторию. Спираль знаний именно в такой форме происходит познание, в такой форме будет и мой рассказ. С той лишь разницей, что он скорее будет напоминать движение кисти при покраске стены, когда сначала вы проводите кистью в одну сторону, а затем делаете обратное движение, чтобы заполнить краской недокрашенные вами участки. Несмотря на очень необычные ощущения и состояние, в котором ты сейчас находишься, что дает тебе основание верить мне, все же что-то из того, о чем я буду рассказывать, покажется тебе неправдоподобным, а что-то будет отторгаться и не приниматься тобой. Причина этому то, что ты в данный момент, как я уже говорил, все еще находишься под влиянием шлейфа мозговой деятельности. Мозг наполнен стереотипами и огромным количеством условностей, навязанных вам и внедренных в ваше сознание, что достаточно серьезно мешает нормальному, адекватному восприятию. Не делай поспешных выводов, а просто слушай. И когда ты дослушаешь меня до конца, у тебя не останется никаких сомнений в том, что я говорю правду. Этот огромный пазл информации сложится полностью, а если и останутся какие-то вопросы, то ты уже легко сможешь найти на них ответы, применяя уже самостоятельно те знания, которыми я собираюсь с тобой поделиться. Вы представляете, что будет с людьми, когда они узнают всю правду? Я сомневаюсь, что люди хотят знать правду. Мой рассказ будет не о различных гипотезах и версиях построения Вселенной, не о принципах ее существования в научном плане. Отдадим это на откуп вашим ученым. Я расскажу тебе о том, что действительно произошло на Земле, о том, что произошло и происходит со всеми вами. Главное, что ты получишь, это информацию о настоящей причине. Почему в вашей жизни так много неприятностей? Зачем и кому они нужны? И почему на самом деле нужно радоваться жизни? Всегда пребывать в спокойном и хорошем настроении? Вся предоставленная мной информация сознательно не будет насыщена научными и эзотерическими терминами. Расскажу все очень простым, понятным языком, не вдаваясь в технические подробности и не употребляя малопонятных для обычного человека слов и выражений, что часто и становится основной помехой разобраться в сути и впитать в себя полученные знания, а иногда и вовсе отбивает интерес к познанию. Обилие терминов, без разъяснения их истинного понимания, без предоставления основ знаний, создает у человека ощущение пустой многословности, не имеющей отношения к его повседневной жизни. Человек хочет знать, как все это связано непосредственно с ним, а не слушать общие слова, не имеющие конкретики. Конкретики в моем рассказе будет очень много, а значит, будет много важной информации, поэтому постарайся быть крайне внимательным. Я коснусь абсолютно всего, всех сфер и явлений, происходящих в вашей земной жизни, начиная от самых мелких бытовых ситуаций до глобальных событий. Ты сможешь увидеть полную картину происходящего и понять степень заблуждений, в которых вы живете. Я умерла с открытыми глазами и увидела хозяев, дергающих наши ниточки, наши жизни, воспоминания, смерти, игра для них. Затем мы перейдем к практической части, в которой я поделюсь с тобой информацией о необходимых действиях, методах и способах, как выйти из ловушки, в которой вы все оказались. Ты получишь не просто знания, а возможность практического их применения. И у тебя не останется сомнений в том, что все это нужно обязательно использовать, что оно реально и имеет действие. Эти знания в сочетании с практикой избавят тебя от мучительной реакции на периодически возникающие в твоей жизни проблемы. Уйдут и сами проблемы, ты перестанешь испытывать подавленное состояние и депрессию. В семье резко уменьшится количество ссор и конфликтов, уйдет суета, и жизнь твоя наполнится спокойствием и радостью. Познание истины поможет тебе быть счастливым и свободным не только в этой жизни, но и, возможно, во всех твоих последующих воплощениях. Ты получишь информацию об основе всего, а если твой интерес будет направлен на что-то конкретное, то ты уже сам сможешь углубиться в познание того, что тебя заинтересовало. Но уже имея истинный фундамент для изучения, ты не сможешь заблудиться, сможешь найти точный и верный путь. Но, пожалуй, самое важное – это то, что ты получишь ответ на главный и часто задаваемый всеми вами вопрос. Почему? Почему кто-то имеет успех и материальное благополучие, а для кого-то это так и остается неосуществимым, несмотря на все его страдания? Почему болеют ваши дети? Почему вы периодически ссоритесь и что на самом деле стоит за всеми вашими ссорами и конфликтами? Почему те, кто, по вашему мнению, заслуживают наказания, не получают его и, наоборот, на того, кто добр и отзывчив, сваливается куча неприятностей? Какова истинная причина этого? Почему в каких-то регионах на вашей планете столетиями ничего не меняется к лучшему? Почему вам невозможно раз и навсегда прекратить убийства и войны? Получив знания, ты, возможно, удивишься, что все ответы просты для понимания. И для того, чтобы понять основу, понять истину, не обязательно иметь углубленные научные познания или сверхспособности. Думать так – большое заблуждение и совсем не случайно внедренное в ваше сознание. Для понимания всего этого нужно только одно – наличие души. А бывает по-другому? Да, но давай обо всем по порядку. И помни, ты начинаешь все с чистого листа. Тот, кто поистине свободен, должен ставить под сомнение основную мотивацию. Менять ее. Субтитры добавил DimaTorzok Земля холодная, почки простудишь. Новые выдадут. Спи.